Омоливайте. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви и согласии единомыслия по слову Твоему. Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 25 января 2019 год. Мы продолжаем пособие для бесед о вере с людьми различных убеждений. Необъятная Вселенная прославляет безграничный разум Творца. Если человек будет смотреть на Вселенную очами Духа, то обязательно увидит в творении сокровенного Бога. Однажды, говорит величайший христианский подвижник и всемирно известный философ Блаженный Августин, я пожелал узнать, где и в каком месте находится мой Бог. Спросил я землю, где мой Бог? Или ты мой Бог? Она ответила и сказала, не я твой Бог. И все, что находится на ней, то же самое сказала мне. Тогда спросил я море и все глубины и животных его, где мой Бог? И они ответили мне, не мы твой Бог, ищи его выше нас. Спросил я ветер веющий, где мой Бог? И воздушное пространство со всеми обитателями своими сказала, не мы твой Бог. Небо спросил я, солнце, луну и звезды, но и их речь была, не мы твой Бог, которого ищешь. Тогда обратился ко всем предметам, которые я созерцал и сказал им. Вы ответили мне, что не вы, мой Бог, что же вы можете сказать мне о нем? И все они громко закричали. Он сотворил нас! По стилю художественного произведения легко можно определить, кто его автор. Несколько книг, записанных в одном стиле, свидетельствуют об их общем авторе. Книга Вселенной написана также единым автором. Изучая, например, песчинку, лежащую на морском берегу, и метеорит, прилетевший на Землю из глубин Вселенной, мы будем находить их в составе общие химические элементы. Но еще более поразительное сходство обнаруживается в их внутреннем строении. Они составят из одинаковых электронов, протонов, нейронов и так далее. Космическое излучение, которое приходит к нам на Землю от далеких звезд, состоит из таких же элементарных частиц, которые можно наблюдать и на Земле. Как же, как не творением Бога объяснить, что Вселенная во всех своих частях устроена по единому плану, и из одних и тех же кирпичиков? Свидетель Афанасий Великий пишет. «Несомненным доказательством того, что причина всего существующего одна, служит то, что мир один, а не многие. Самый порядок мира и совершенное соответствие всех его частей ясно показывают, что правитель и распорядитель во Вселенной один, а не многие. Ибо если бы правителей было много, этот порядок не мог сохраниться. Напротив, все смешалось бы и извратилось, потому что каждый стал бы распоряжаться по своему произволу и противодействовать другому. И как мы сказали, что многобожие есть безбожие, так и много началия необходимо назвать безначалием. Если бы один не спровергал власть другого, без сомнения не осталось бы ни одного начальника, а было бы одно всеобщее безначалие». «Где нет начальника, там не бывает никакого порядка. А напротив, один беспорядок. Если бы один мир был создан многими, то это обличало бы бессилие творцов, так как для одного дела потребовалось участие многих, и одновременно это показывало бы недостаточность знаний каждого из них для творения. Ведь если бы для этого был достаточен один, не нужно было бы тогда многим восполнять недостаточность друг друга. Но говорить, что в Боге чего-нибудь недостает, не только нечестиво, но и превышает всякое нечестие. Потому что и между людьми не назвали бы совершенным художником. Напротив, назвали бы слабым того, кто не один, а при содействии многих сотворил бы какое-нибудь произведение. Бог – промыслитель Вселенной. Существование всех видимых и невидимых творений, законы Вселенной и их премудрая согласованность свидетельствуют, что Бог сохраняет бытие и силы своих созданий, направляет их к благим целям. Божие попечение о мире называется промыслом Божиим. Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которыми Бог сохраняет бытие как всей Вселенной в целом, так и в отдельности всех существ и тел в мире с присущими им силами и законами. Нравственным существам оказывает помощь, когда они свободно избирают и творят добро, не нарушая при этом их свободы воли, направляет их жизнь и деятельность к предназначенным им целям, исправляя и обобщая по возможности совершаемое ими зло в добрые последствия. Бог, как всесовершеннейшее духовное существо, не может быть безучастным к судьбе созданного им мира. Бесконечная любовь Божия непрерывно проявляется в живой и деятельной связи Творца со своими творениями. В свою очередь мир нуждается в Божьем промышлении над ним, поскольку он, приведен к бытию из ничего, не имеет в себе самосущего бытия. Священное Писание ясно изображает промыслительную деятельность Божию. Ветхозаветный праведник Иов пишет о Боге. Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Иов 28-24 В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Иов 12-10 В книге пророка Исаии Господь говорит «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Пророк Исаия 46-4 В Нагорной проповеди Христос Спаситель говорит о многопопечительной любви Божией к каждому человеку и ко всем созданиям такими словами. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же трава на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Евангелие от Луки, 12 глава, 27-28 стих Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди еще так изображает промышление Божие о людях, говоря «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея, 5-45 Псалмопевец Давид в Псалме 103 Весьма выразительно изображает Бога, как промыслителя жизни. Все они, животные на земле, от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу и их свое время. Даешь им, принимает, отверзаешь руку твою, насыщаются благом, скроешь лицо твое, метутся, А отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Псалм 103, 27-30 Вопросы? Так У меня вопрос. Игнать Тихонич, вы с нами? Нет? Вот здесь Сейчас я прочитал Псалм 103, 27-30 Отнимешь дух их, умирают. Ну это понятно. И в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются. То есть, имеется в виду, то есть, первая мысль о воскресении, о воскрешении, как бы, животных. Ну и, наверное, не об этом речь, а о чем. То есть, просто о рождении, наверное, да? Да, как правильно понимать, как вы считаете? Микрофон не включили, Игнать Тихонич. Так, слышно? Да, ну сейчас хорошо. Ну вот пример взять такой. Высыхает какое-то озеро, где крокодилы водятся. Они лежат сначала в грязи, а солнце высушивает. И они оттуда выбираются, полумертвые, где-то в пещеру. И там в анабиозе замирают. Ждут осенних дождей. Вот так, когда умирает, рот продолжается. Никакой крокодил, никакое животное не воскресает. Созидаются. То есть, снова этот рот, среди даже одиннадцати, он согласен, остался живой. От него дальше расплаждаются. Вот и все. То есть, понимают, замирают на время, или как вот бабочка в коконе может быть? Эти замирают, остальные умерли. Для продолжения рода они снова опять же оживают. Река-то ожила. И опять созидаются. Господь посылает дух свой. А дух это ветры. Дух ветра называется. С дождями. Пошли дожди проливные. И он теперь выползает оттуда, и быстро поправляется, и род продолжается. И опять созидаются, строятся. Такие же крокодилы. То есть, у одних отнимается дух, у других как бы дух возрождается. Одни животные умирают, другие нарождаются, и род продолжается. Так нужно понимать, да? Ну, это написано, что умирают. От чего? Отнимешь дух их. Дух, то есть, жизни нет в них. И умирает почему? Пищи никакой нету. Все пересохло. Пошлешь дух твой, дух говорит. Какой дух-то? Дух дышит, где хочет, когда считает. С маленькой буквы дух. Это ветер, ветер. Ты слышишь, как жужжание ветра? В каком месте? В немецком языке винт стоит. И ты слышишь, откуда? А откуда он пришел-то? Откуда? Синоптики вот каждый раз смотрю, они на месяц вперед говорят, а потом раз десять меняют. И температуру, и ветер, и все абсолютно. И здесь также ветер по дому, нашли тучи, и дух созидается. Опять появляются эти самые животные. А другие, если мелкие какие, они там от ложных яиц заново восходят, остаются от них. Потомство, и жизнь продолжается. Ну, да, все. Спаси Христос. Понятно. Слава Господу. Так, продолжаем. Вселенная и чудо. Промысл Божий непрестанно творит чудеса. Противоречит ли чудо законам природы? Вопрос. Никаких противоречий здесь быть не может. Законы природы установил всемогущий Бог. Он же может изменить и изменяет эти законы по своей воле. Если человек имеет возможность воздействовать на природу своими ограниченными силами, то тем более обладает этой способностью всемогущий Бог. Сотворив мир и восстановив в нем собственные законы, Бог не связал себя этими законами. Своим всемогуществом он может производить действия в природе помимо ее законов. Но вот вопрос. Если человек имеет возможность воздействовать на природу своими ограниченными силами, ну это же что имеется в виду? Тучи там кто-то руками останавливает, чудеса имеются в виду, или реки вспять, что они там русло поворачивают. Как так человек имеет возможность влиять на природу? Какие примеры? Чтобы понять не было. Приведите, пожалуйста, Игнат Тихонич. Или ты, Володя. Например, люди строят плотины. Это влияет тоже на природу. На реки перегораживают их. Направление делают реки совершенно другое. Каналы роют. Это тоже все влияет на природу. Один из примеров. Спаси Христос. Продолжаем. Если человек, так, сотворив мир и восстановив в нем собственные законы, Бог не связал себя этими законами. Своим всемогуществом он может производить действия в природе помимо ее законов. Чудо – это такое явление или действие, которое не имеет себе причины в силах и законах природы. Оно происходит в природе, но производится не через природу. Чудо не противоестественно, а сверхъестественно. И есть доказательство Божьего владычества над природой. Удивительное действие Божие видно в каждой травинке, в каждом цветочке, в каждом семени, в каждом насекомом. Словом, везде и всюду. Придивные дела Господни настолько широко распространены вокруг, что человек, привыкая к ним, может не замечать в них Божьего дива. Поэтому Бог и творит чудеса, чтобы люди, видя необычное, познали того, кто это производит. Каждое чудо есть несомненный факт. Разумом человек не может объяснить ни одно чудо. Но вся христианская вера сдерживается на возможности чуда. Молясь, христианин верит и надеется, что по его молитве и вере, всемогущий Бог может совершить такие действия, которые выходят за рамки обычного течения жизни. И хотя все в мире происходит по неизменным законам, верующий человек на каждом шагу видит множество чудес. Разве не чудеса, жизнь человека и всей вселенной? А не чудо ли, что на земле существует церковь Христова, которая не от мира сего? Каждый верующий во Христа, кто чистосердечно исповедует свои грехи в таинстве покаяния, знаком с величайшим чудом внутреннего духовного обновления. После искренней и глубокой исповеди душа чувствует, как снимается с нее тяжесть греховного бремени. Океан добра, радости, духовной чистоты вливается в нее. Все сердце озаряется необычным светом, наполняется миром и любовью. Это чудо может быть доступно каждому человеку, кто пожелает его пережить. За всю историю церкви Божией такое внутреннее чудо сосерцали миллиарды людей. Есть и в гениальных произведениях поэзии и прозы яркие изображения этого духовного опыта. Свидетельство о том, что и многие великие мастера слова имели этот религиозный опыт в своей личной жизни. Человеку не дано знать, как Бог творит чудеса, как Он управляет Вселенной, но людям доступно созерцать в делах Божьих дивный порядок. Он обнаруживается повсюду, в мире чисел и геометрических фигур, в законах физики, химии, биологии, в великом и малом, в далеком и близком. Человек изучает законы мироздания. Но чем больше люди их открывают, тем более загадочной и таинственной воспринимается Вселенная. Если объяснять ее происхождение без разумного творца. Ведь как тогда иначе объяснить разумную закономерность в природе? Законы математики мы выводим из своего мышления разумом. Следовательно, математика это продукт разума. Но почему же планеты, которые разума не имеют, движутся по точнейшим математическим законам? Почему же в строении кристаллов и минералов, растений и животных, человеческих тел, наблюдаются симметрия и правильные геометрические формы? Строгие математические закономерности. Ответ на эти вопросы можно найти только один. Мироздание устроено бесконечным разумом Божьим. Чтобы открывать законы природы требуются большие умы. Так неужели же эти разумные законы установились во вселенной без разума? Точнее без высшего разума Бога. Если в древней заброшенной пещере обнаруживаются высеченные на стене какие-нибудь изображения, или при археологических раскопках находятся те или иные орудия труда, ни у кого нет сомнения, что над этим потрудился разумный человек, хотя его самого мы никогда не видели. А можно ли сосчитать все то, что достоверно свидетельствует о высшем разуме, создавшем мир? Научимся же по-детски, с простой верой и со смирением ума взирать на небесную высь, чтобы каждый раз при этом нашему духовному взору, исходящему из чистого сердца, открывался Бог. Сомневающийся в том, что Библия есть Слово Божие. Следующий такой подзаголовок. Так, ну по предыдущему материалу есть какие-нибудь вопросы, замечания, предложения? В Евангелии Господь, когда шел по воду, как раз доказательство того, что Господь меняет свои законы, которые человек открывает для себя. Пошел по воде, хотя должен был утонуть, вопреки всем законам. Брат сказал, я видел ролик в интернете, что люди по воде ходят, оказывается, у них надувные подошвы незаметные такие, вот они так людей развлекают. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Нельзя отрицать то, чего совсем не знаешь. Читали ли Библию или хотя бы Евангелие, Новый Завет? Вопрос. Есть такая возможность ознакомиться. Хотите? Если человек не хочет даже читать, не хочет слушать, то не будьте навязчивы и не тратитесь в суе, отойдите от него и помолитесь за его душу, чтобы Бог дал ему веры. Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Главное установить авторитет Библии, чтобы человек к ней относился как к Слову Божию. Пока этого не произойдет, все остальное будет то же, что черпать в воду решетом. Доказательство истинности Библии начинать можно с ее благотворного влияния на души людей, тех, кто живет согласно ее заповеди. Можно рассказать, как вас нашел Господь и что дала вам Библия. С Библией все ясно в настоящем и есть уверенность в будущем. Библия отвечает на все вопросы, какими бы запутанными и трудными они ни казались. Она укажет на единственно верный поворот. Хорошо, если почитать экклесиаста притчи Соломона или Сирахова и всегда спрашивать, с чем человек не согласен. Если совопросник смеется, то закройте Библию. Самые негодные для обращения цинники-насмешники. Эти хуже любых гонителей. Ника Сирахова 33.6 Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который под всяким седоком ржет. Притча 26.4.5 Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Прочти эти места и дай ему разъяснение. На коне, то есть на уме, на душе человека сидит кто-то. Бог или дьявол. Глупость, говорит человек, постарайся найти наиболее оптимальный ответ. Очень многое зависит от вашего молитвенного знания обстановки. От умения из любого положения выходить, не уронив оружие. Слово Божие. Бог похваляет серьезных людей, кто заранее готовится к смерти. Евангелие от Луки 6.25 Горе вам, присыщенные ныне ибо в залчите. Горе вам, смеющиеся ныне ибо в вас плачете и возрыдаете. Иакова 4.9 Сокрушайтесь и плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Запомните хорошенько, что эта встреча с людьми, которые имеют Библию и не знают ее толкования, придет к вам на память в трудную минуту. Пожелаете прикоснуться к ней, но возможности такой может уже никогда не быть. Смех сегодняшний быстро улетучится, ибо так говорит Господь. Порокосия 5.6 Пойдут искать Господа и не найдут Его. Он удалится от них. Негамоса 8.11-13 Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Библия сама о себе говорит, что авторство ее неземное. 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи и человеки, будучи движимы духом святым. 2 Тимофея 3.16 Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 22.29 Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Все до единого заблуждения в мире только от двух причин. Любая беда, растерянность, потеря покоя, споры, попытки дать свои понятия на события. Все это только от того, что человек не знает Писания и не ведает, что в руке Бога все. И он может все, он силен в один момент все изменить до неузнаваемости. Нужно испытать силу Божию. Доверие к Вседержителю никого не разочаровало еще никогда. Припомните из своей жизни, как и где вы доверяли Иисусу и как Он спас вас. Постарайтесь показать хотя бы одно-два пророчества из Библии, которые сбылись, и об этом можно удостовериться. Пришествие Спасителя, Его распятие, предательство Иудой. Прокисайя 34, 16 Исключительно впечатляюще действует на слушателей пророчества об Израиле. О том, что они будут собраны. Рассказать, как это было исполнено в 1948 году по решению ООН. Если человек и не признает никаких чудес, не признает никаких чудес, но чудо собрания Израиля уникальнейшее явление в мировой истории. Иеремия 1, 9 И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, Вот, я вложил слова мои в уста твои. В какой книге еще можете прочитать о такой миссии пророков? О их верности Богу пославшему их? Вакуум 2, 2 Я отвечал мне Господь и сказал, Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Деяние 2, 16 Было же собрание человек около 120. Мужи-братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. 1 Коринфянам 14, 37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Послание к Галатам, 1 глава с 8 по 12 стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христова. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Внимательно перечитайте эти стихи, что не сам от себя Павел пишет, и какая нужна строгость к тому, что нам предлагают. Только Библия может гарантировать нам безошибочность выбора. 1 Тимофея 4,16 Вникай в себя и в учения, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. Такие стихи нужно обязательно заучивать наизусть. Читая Библию, постоянно сверяйся с ней, как с компасом. Правильно ли поступаешь? И только тогда обещана надежда на удачный выход из жизни и при конце ее. Псалом 118, 9, 105 Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стызе моей. И не просто прочитай человеку это место, но подробно покажи, как счастлив тот, кто доверился Библии, кто хранит себя в заповедях Божьих, для кого Слово Божие в темном мире, в непонятных событиях и изменчивости всего вокруг нас светит постоянно и неизменно. Послание к Римлянам, 14 глава, 24-25 стихи. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, которая от вечных времен была умолчена, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Римлянам, 15-4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Книга притчей 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом. Откровение, 22 глава, 18-19 стихи. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, и у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Второзаконие, 4 глава, 2-6 стихи. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Книга пророка Иеремия, 23 глава, 29 стих. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Если человек судит Слово Божие, то он должен помнить, что придет день, когда оно будет судить нас». Евангелие от Иоанна, 12, 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Римлянам, 3, 3. «Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» Евангелие от Луки, 21, 33. «Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут». Псалом, 118 и 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Деяние, 28, 22. «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Деяние, 17, 11. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. «Каждое из указанных здесь мест может быть тем ключиком, который тронет душу слушателя». «Покажите обязательно на грех неверия Слову Божию». Это не просто рядовое событие. Оно означает, что человек говорит Богу, что он лжет, что он сказал неправду. «То есть, если человек не верит Библии, 1 Иоанна 1, 10. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет у нас». 1 Иоанна 5, 10. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самого». «Не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Евангелие от Матфея свыше 100 цитат из Ветхого Завета. В Ветхом Завете около 500 пророчеств, уже исполнившихся. Из них около 200 о Христе. На главы Библия была разделена в 1240 году кардиналом Хьюго. На стихи разделение было произведено в 1450 году библиотекарем Стефаном, которого называют Равином. Впервые Библия была напечатана в 1551 году на латинском языке. В Библии на английском языке подсчитано даже количество букв в 66 канонических книгах, 1189 глав, 31 173 стиха, 753 393 слова, 3 536 989 букв. В 260 главах Нового Завета более 300 раз говорится о пришествии Христа. И можно прочитать вот эти доказательства божественности Библии. Научное доказательство божественности Библии. Новое, поразительное открытие тысячи удивительных фактов, открытых под самой поверхностью оригинального библейского текста, действительно научные доказательства того, что Библия – результат божественного открытия. Карп Сабнерс. Неопровержимы доказательства, факты, загадочно скрытые веками, теперь открыты. Вновь открытые факты научно доказывают, что Библию не могли написать только люди. Она является божественной книгой, написанной под божественным вдохновением. Материал написан точно и выдержит самую серьезную научную проверку. А читателя требуется только искренняя любовь к истине и желание рассмотреть истинные факты с открытым умом, оставляя в стороне какие бы то ни было предвзятые мнения. Поскольку научные данные здесь изложены удивительно просто, и каждый это может понять, эта книга является ценным вкладом как в науку, так и в религию. Альберт Ноби. Новые показательные открытия. Часть первая. Вновь открытые факты, которые лежат в основе этой книги, имеют чрезвычайную важность и значение. Это факты, которые научно доказывают, что Библию не могли написать только люди, а что эта книга является божественной, вдохновленной и данной людям Богом. Эти факты были открыты под самой поверхностью оригинального библейского текста. Это факты, которые ставят в тупик атеистов и агностиков, которые не может ни один человек дискредитировать или опровергнуть. Эти факты заставляют скептически настроенных людей, мыслителей нашего времени признать, что Библия является божественной книгой. Что это за удивительные факты? Как они научно доказывают, что Библию не могли написать только люди? Какие важные вопросы решают конкретно эти открытия? Кто открыл эти факты? Как и когда они открыты? Почему их открыли только недавно? Каким образом они затрагивают нас? Прежде чем мы попытаемся ответить на эти вопросы, необходимо напомнить читателям о том, что утверждает Библия? Библия заявляет, что Священное Писание дано людям божественным вдохновением. 2 Тимофея 3,16 Все Писание Бога духовно и полезно для научения, для обречения, для исправления, для наставления в праведности. Выражение дано божественным вдохновением является переводом греческого теофестус, которое буквально переводится вдохнутый Богом. Важнейшее утверждение Библии состоит таким образом в том, что все Писание, вся Библия вдохнуты Богом. Библия утверждает, что те книги писали Священное Писание, писали не по своему желанию, а будучи движены или контролируемы Святым Духом Бога. 2 Петра 1 глава 21 стих Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Апостол Петр заявляет, что Священное Писание появилось не по воле человека, а святые говорили движимые Святым Духом. Библия утверждает, что слова, которые они написали, были не их собственными, а словами самого Бога. Бог говорил посредством человека. Бог говорил в прошлом с нашими отцами через пророков. Евангелие от Луки 1.70 Как возвестил устами бывшими от века святых пророков своих. Прокеремия 1.9 И простер Господь руку свою и коснулся уст моих и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста свои. Из Экиля 2.7 И говорим слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Такие заявления как так сказал Бог, говорит Господь. И им подобные встречаются в Библии более двух с половиной тысяч раз. Таким образом Библия сама высказывает удивительным образом утверждение, что она является божественной книгой, вдохновленной и данной Богом. Что это слово самого Бога. Мы говорили, что факты непостижимым образом были скрыты под самой поверхностью оригинального библейского текста. Что означает последние слова оригинальный библейский текст. Большинство людей знают, что Библия состоит из двух частей Ветхого Завета и Нового Завета. Как это ни странно, эти две части первоначально были написаны на разных языках. Ветхий Завет был написан на древне еврейском языке, а Новый Завет на древнегреческом. Под словами оригинальный библейский текст понимаются древне еврейские и древнегреческие тексты Библии. То есть как Библия была написана первоначально, а не последующие переводы на другие языки. Таким образом факты были открыты под поверхностью древне еврейского Ветхого Завета и текста древнегреческого Нового Завета. Если Новый Завет пытаться проверить по переводу на еврейский язык или книги Ветхого Завета в греческом переводе, то мы не найдем ничего из того, что названо здесь величайшим открытием, ибо нужно смотреть только в оригинал, то, что Бог говорил, а не в то, что переводили люди после. Вот почему в Ветхом Завете в неканонических книгах, не найденных на еврейском языке в оригинале, а обретенных только в греческом или латинском переводах, уже не обретается этого открытия закономерности. Теперь мы обратим внимание читателя на очень важный вопрос. Мы укажем на определенное число. Число, которое встречается в Священном Писании, которое чаще всего там запечатлено, это число 7. От первой до последней книги Библии число 7 обращает на себя внимание. Так, Священный день вдохновения был седьмым днем. Исход 16.30 И покоился народ в седьмой день. Исход 20 глава 10 стих. А день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делая волны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. В Египте было 7 лет изобилия, 7 лет голода, когда был захвачен город Иерихон, народ и 7 священников, у которых было 7 труд, обошли город 7 раз. Каждый седьмой год израильтяне не должны были земли засевать и собирать. Соломон 7 лет строил храм, после окончания строительства он устроил пир на 7 дней. Нейман 7 раз обмывался в реке. В апокалипсисе последней книге Библии это число особенно бросается в глаза. 7 церквей, 7 светильников, 7 печати, 7 труб, 7 чаш, 7 звезд, 7 духов и так далее. Упоминается в этой книге число 7 более 50 раз. Уже давно было известно, что число 7 встречается в книге более часто, чем другое любое число. Однако, только недавно было обнаружено, что число 7 особенным образом встречается под самой поверхностью древнееврейского Ветхого Завета или греческого Нового Завета. То есть, читая просто слова, эти числа 7 не заметишь, но требуется специальный подсчет, чтобы их обнаружить. Было обнаружено, что тысячи чисел 7 всевозможными способами скрыты в буквах, словах, предложениях, абзацах и отрывках древнееврейского и древнегреческого текстов Библии. Конкретные примеры. Самый первый стих Библии, книга Бытие, глава 1, стих 1, Бытие 1.1. Действительно странно, что число древнееврейских слов в этом стихе не 6, не 8, а точно 7. Здесь число 7 обнаруживается подсчетом слов. Если же подсчитать количество древнееврейских букв, в этих 7 словах, то окажется, что они, что оно точно делится на 7. Является кратным 7, то есть число букв в этих 7 словах не 27, не 29, а точно 28, или 4 умноженное умноженное на 7, равно 28. Каждый числовой факт, или число 7, которые встречаются в тексте, мы называем особенностью, числовой особенностью. Две первые мы уже отметили. Первая особенность, число древнееврейских слов в этом стихе равно 7. Вторая особенность, число букв в этих 7 словах точно 28, или 4 умножить на 7. Продолжим далее. Третья особенность. Первые три из этих древнееврейских слов содержат подлежащее и сказуемое в предложении. Эти три слова переводятся «Вначале сотворил Бог». Число букв в этих трех древнееврейских словах точно 14, или 2 умноженное на 7. Последние четыре из этих семи слов содержат дополнение в предложении. Эти четыре слова переводятся «Небо и земля». Число букв в этих четырех древнееврейских словах 14, или 2 умноженное на 7. Четвертая особенность. Последние четыре древнееврейских слова состоят из двух дополнений. Первая небо и второе землю. Число букв в первом дополнении точно 7. Число букв во втором дополнении точно 7. Пятая особенность. Три основных слова в этом стихе это «Бог» подлежащее «Небо» и небо землю дополнение. Число букв в этих древнееврейских словах точно 14, или 2 умноженное на 7. Самое короткое слово стоит в середине предложения. Число букв в нем и в слове слева, в слове справа точно по 7. пожалуйста вопросы. Час прошел, теперь время ваше. Подскажите пожалуйста, слушал сегодня, что догмат о спасении главный, почему Христос пострадал и за что он пострадал. Он был в 17 веке искажен под влиянием Запада. Искажено было что? Что даже у Серафима Слободского, я проверить не успел, правда, но уповаю на знания ваши, что Христос пострадал, чтобы нас за наши грехи не наказали. Такая мысль указана. А на самом деле до 17 века, и это видно в богослужебных текстах, об этом и Иларион Троицкий пишет, что он пострадал, чтобы совершиться воле Христа как человека и явить послушание Богу до смерти. То есть вопрос собственно в том, что вот этот догмат о спасении, как его правильно понимать и где можно об этом почитать. Спасибо. 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 Ничего не слышно. Может быть, микрофон надо включить. Игнать Ильич, ответьте, пожалуйста. Ну, раз никто не отвечает, по-моему, не отвечу. Искать ответ только в Библии. Евангелие Тян 1,29. Прочитайте. Продолжение следует... Я читаю, раз все молчат. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так. Для чего он явился? Взять грех мира получается. Да что получается? Другого нет. Теперь открывайте Евреям 2,14. Спасибо. А как дети причастны плоти и крови, то и он так же восприял оны, дабы смертью лишить силы имущего державу смерти, то есть дьявола. Что мы узнали отсюда из этого стиха? Лишил дьявола власти над человеками. Значит, это входило в его миссию. А Евангелист Иоанн говорит, для того появился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сходится. Не надо ничего думать. Догматы там разные слова придумают. Вот оно все, весь догмат. Ибо он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Едва ли кто согласится умереть за праведника. Для чего Павел про это говорил? Все здесь. Библию отвергли, поэтому начинают плутовать. А вот там было с какого-то века, как будто не знали. Всегда так было, знали. Это считаем в житиях Варвары Великомущеницы, Екатерина. Ну, по-своему они там. Вы помните, как Екатерина обратилась? Кто знает? Ну, не знаете, тогда я буду говорить. Говорите. Хорошо. Она была очень красивая девушка и грамотная. Я замуж не хотела идти. Мать ее принуждала. Ну, обстановка-то как понятно это. Но она сказала, сказала, вот, я выйду за того замуж, который красивее меня. Второе условие должно быть. Который знатнее меня, она принадлежит княжескому роду. Дальше. Который богаче меня. Власть должна быть у него же богатся. И все. Мать пришла к пресс-фитеру и говорит, дочь моя вот такие условия поставила. Он говорит, до этого разрешим. Пускай приходит. Если кто знает, продолжите, что я хотел сказать. смысл-то что дальше-то? Он ей подает икону. Божья Матерь держит на руках младенца. И она только посмотрела, он глаза отвел от нее. На иконе отвел глаза. А что это такое? Дело в том, что ты перед Ним безобразная, настолько яркая личность Христос, а твое богатство, которое ты думаешь, в сравнении с его богатством, просто комок грязи. И твоя знатность, говорит, она с тобой для червей, а он вечный. Ему поклоняются ангелы Херувима и Серафима. А кто это такой? Он говорит, Сын Божий. Считай Евангелие и узнаешь. И она узнала и сказала, я хочу быть невестой этого царя. И она встала. Как ее терзали. Вот представьте, колесо, огромное колесо, метра два с половиной высоты, и где его крутят, она до земли не достает. Пространство остается совсем коротень, маленькое там. А там привязывают человека. А на колесе привязаны ножи, копья, что там делают. И они как касаются, и стригут человека, с кожи, с мясом вырывают все. Что она претерпела? Для чего пришел Сын Божий? Чтобы найти потерянное. Он договорил такие притчи, обрящие драхму, овечку потерял, а 99 оставляет, идиот это считает, в 99 раз больше ангелов на небе, чем спасенных грешников. Все говорит о том, что Он пришел умереть за нас. Взять грехи мира на себя. Ветхозаветний пророк, его называют ветхозаветний евангелист, Исайя, в 53 главе, читайте. Роковая статья для евреев, они любят разговаривать, но когда спрашиваешь, о чем написано в этой главе, если они знают, они говорят, об этом не будем говорить. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, умаленный перед людьми, скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Так, остановитесь, минутку, вы смотрели фильм «Искупление»? Вот небольшой фильм, для евреев специально построен фильм «Искупление». Посмотрите, посмотрите, это глубоко верующий режиссер поставил, и он как там проповедует еврейскому народу, берет лепешку, а на ней там подгарки, это вот язва его, это он претерпел ради нас, он берет морор, горькие травы, и все объясняет ко Христу и как к нам относятся. Расшифровка идет в фильме «Искупление». Голос подайте, кто смотрел? Неужели никто не мог догадаться? Я видел кусок, но сейчас не помню досконально. небольшой, 45 минут фильм, 45 минут, и время не зря потраченное будет. Он научит, как разговаривать с людьми, которые не признают Христа. Одно только нужно знать, я был грешник, а он спас меня, я был грешник, погибший, но он извлек меня из тенистого рва и поставил на скале. Это он. Пророчества все исполнились. Какие догматы нужны еще? Какие? открытым текстом все написано. Евреи считают эту главу, они ее не выбрасывают. Они говорят, это будет когда-то, а мы говорим, это было уже. Вот такой ответ. Когда будете давать по священному Писанию, евреи поверят. Верующие, независимо от того, в какую ересь он впал, он скажет, да, это так. А то о миссии Христа начинает рассуждать, что спасение и искупление началось в Гесеманском саду, началось, а где закончилось? На Голгофе? Антония Храповицкого в этом обвиняют. Я не вижу вины в этом, упор-то надо делать на Голгофу. Смертью смерть попрал, смертью, не тоскою смертную, а смертью смерть попрал. Он для этого и пришел, но на сей сейчас я и пришел. Доминует чаша, но должно исполниться все написанное мне. И он испил эту горькую чашу. Когда спросил у щенков, можете то крещенник, да, можем, а пить вино можем, они не понимали, о чем речь идет, и так за лихвастки отвечали. Но и это исполнилось. Также Петр будет распад, попросил распятый, стримглав называется, вниз головой. Толкует так, как будто у него ноги вверху, он шествовал на небо вниз головой. Вот так по ростоте когда будете, вашей памяти у любого хватит. Но эти слова, он умер за нас. Грехи наши по Писанию взял на себя. Это символи верными считаем. Распны сезоны при понтийстве пилате. Сам кредо наше об этом говорит. Вот такой ответ другого нет. А чуть-чуть можно пошире по поводу того, что он берет грех мира на себя. То есть некоторые как понимают, ну раз он за меня взял грех мой, то можно и безобразничать теперь. Вот именно чтобы этого не было, искажения. Нельзя безобразничать. Если ты знал и грешил произвольно, то нет жертвы за грех. 4 глава, 6 стих послания к евреям. Прочитайте. Вот я вам называю местописание, а вы сразу раз его открыли, открыли, да и прочитали. Так, подождите маленький, итак, это 6 глава, 4 стих, 6-4. Ибо нигде сказано о 7-ом дне, или не то? Нет, нет, 6 глава, 4 стих. Внимательно слушайте. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадающих опять обновлять покаяние. Обожите, отпадающих тут написано отпадающих? Да. Прочитайте правильно, отпадающих или отпадших? Отпадших прошу прощения. Ну так считайте правильно, остановилось все равно на своем, то есть те, которые знали, ходили, причащались, а потом отпали, а я буду грешить. Невозможно обновлять покаянием. Почему? Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Подождите. Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Седьмой стих считайте. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произращающая злак полезной темы, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А? А производящая терния и волчцы негодны и близка к проклятию, у которого конец сожжения. Вот и все. Давай греши. А в конце ад. Так что все эти хитрости сатанинские и броваду бросьте. Как только смертную чашу подойдет, лицо сморшится. Когда душа выйдет из тела и никакой разницы нет, сколько у тебя на сберкнижке, сколько жен осталось, ничего нету. Один. Один идет по мытарцам, спотыкается и, может быть, тысячи демонов будут показывать свитки, хартии называется. Вот кто-то делал, кто-то делал. Все там припомнят, где пил, где ел, где плясал. А то у нас, помню, бабы пели, что-то. Смерть пришла, меня дома не нашла, я с товарками гулять ушла. Найдет она тебя и там. Внезапно упал человек, что инфаркт, инсульт, сердце остановилось. И все. Так что эти слова не надо говорить. Без покаяния не покаешься, а каяться только в грехах. А грехов нет, а сначала нагрешить, потом каяться. Это так, сатана смеется. А вот написано, нет жертвы за грех. Это, говорится, прощает, когда человек не знал. А потом будет взывать, Господь говорит, я звал вас, вы не отвечали. И вы будете взывать, вопить будете, я не отвечу вам. Не отвечу. 7.16 читаем книга пророка Иеремии. Вот такое дело. Все на эту тему. Слава Христу. Аллилуйя. Идите самым простым путем, указанным Духом Святым. Святые сказали, святые они, если они подтверждать только должны, а не уводить в сторону. Еще 15 минут на вопросы у нас. Вы вопросы здесь задавайте, а не разрешаете, кем попало. Вот мы нашли один такой путь. Вот Сергей Козлов, он до смерти за два дня примерно, ну, может быть, чуть раньше-то. Вошел за счет. И дальше, какое слово? Рулетка. Я даже не слыхал про такое. Оказывается, он для русскоязычных, он на 90% мусульмане. Остальное там то раздетое, то как. И он два сделал хорошие ролики. Оно само по себе. Идут люди, идут там разные, останавливаются, можно разговаривать, кадры в твоих руках. Не надо регистрироваться, ничего нету. Я сразу попросил у Бога, чтобы этот талант Сергея был на мне. Дай мне, Господи, этот талант. А Сергей дойдет до тебя, Господи, ты, Сергей, там помолись, чтобы Бог меня умудрил. И вот у меня уже пять роликов. Начинаем выставлять на следующей неделе. Я сам не могу собрать, она из деталей. Благовестие открытой форме. В скайпе я беседую с одним, кто пришел. Здесь я беседую иногда до десяти человек на один ролик. По одному. Мусульмане, бывают русские. Чат, рулетка. Название такое интересное. Ну и тоже, кто услышал от меня и поверили, что это полезно, благовестие в интернете, помолитесь. Может быть, сами попробуйте. Но я не знаю. Если знаний недостаточно, то ты просто опозорен будешь. Иногда встречаются люди грамотные, знающие, но тянут в свою сторону. Я знаю, тогда переписывалась Библия, ты должен точно сказать, что никак она не могла быть переписана на Первом Вселенском Соборе. Потому что уже в конце первого века апостольское правило восемьдесят пятое делает перечисление книг. Я ему отвечаю, он сразу остановился. Дальше будет Ганг с тобой утверждать. Нет одной книги, только Третьей Езры там. А то вот переменили там где-то. Кто переменил? Где? Где они хранятся? Он сказал, его слушают люди, теперь я его спрашиваю, переведено в Библию у нас с какого? С какой группе? Он не знает, это Синайский манускрипт в 1841 году Константином Тишендорфом, немецким исследователем. Случайно буквально обнаружил. В монастыре Екатерины был там, а это протекторат был Российской империи там. И он сидит и руки протянул к печке, какие-то печи там были, и говорит, а у вас случайно каких-то свитки старые, там пергаменты? Нет, нету, монахи говорят, мы молимся и все. Он голову повернул в другую печь, кто-то бросает черное поленье. И движим инстинктом исследователь, он вскочил и вырвал из огня, и оказались самые ценные свитки. Новый Завет. Самый старейший Новый Завет. Ну, он его подарил русскому музею. А русские продали в 1936 году британскому музею за 500 тысяч долларов. С него и мы перевод имеем. Если ты вышел, а кто-то опровергает это, ты вот, ну, это я знаю просто так, сходу ты ему ответишь. Он сразу склонил голову. Я понял, говорю, я не знаю. Прежде чем выйти на народ, не осрамись. Какая тема? С какой целью вышли? А кто вы такие? Мы православные христиане. Короче, как только мы ролик этот выставим, наблюдайте. Вот сейчас я публиковать подумал надо нашу переписку, мою личную переписку с Сергеем Георгиевичем Козловым. Какая переписка у нас была? Ровно 7 лет. Без одного месяца. У кого такая переписка была? Если книга, это 550 страниц примерно. И вот сейчас Сергей Евтушенко помогает. И очень удачно. Уже один ролик поставили сегодня. Посмотрите. Легко считается, легко затормозить. И книга сама листается, уходит и прям двигается. Сергей там отвечал мне 840 раз, а я ему ответил 1840 там. Примерно так. На 1000 больше. И он на глазах менялся. И дальше он уже говорил теми афоризмами, которые наработаны. мы очень близки. Еще у нас поступил. Кто? Еще у вас опять двое. Один кто? Скажите. Николай опять вдвоем. Игнать Тихонович, вопрос такой. как где прочитать все постановления Вселенских Соборов? Это книга Правил же называется. Я себе купил книгу, ну давно еще, пару лет назад, Кормчий называется. Но я там ничего не могу толком разобрать, потому что на таком языке написано. Это вам и не надо. Вы никогда не сожалеете об этом. Считай Библию. Это все взятое из Библии, растолковывали. Если ты хорошо знаешь, ничего нового ты не получишь. Абсолютный авторитет это священное писание от Бога. 100% от Бога. А все остальное может быть поставлено под сомнение. Даже вот сегодня Володя, вот со мной живет Володя Пащенко, он получил книгу полный златоуст, 12 томов. Выпустил Сретенский монастырь. Ему обошлось где-то вот она здесь. Вот смотрите, это сколько здесь? Два тома. Какая же 12 томов. Сколько было с пересылкой? 8 тысяч с пересылкой. Вот так. Ну, я не видел какая бумага, он легкая, значит, бумага такая легкая. Уже получил сегодня. Так что, если кто желает знать златоуст, она в русском языке, но мы не распечатывали, я не видел. Володя, ты может рискнешь какой-нибудь один-то? Вытащить надо, посмотреть. найди, где первые томы, там попытайся показать. Так что, приобретайте. 12 томов. Я не знаю, какая бумага там они, как они сшиты, я не видел в руках, но 12 томов посчитали, так и есть. Они все уже целлофаном затянуты, заклеены. На сайте азбука.ру там найдите эти все правила. Очевидно так, да. Вот написали, все, Володя получил. Я его встречал сегодня, как он несет, я у него сумку взял и все записали мы. Так что, ролик будет стоять еще. Златоуст Упасченко. Надо знать, я его когда-то весь насчитывал. О, святитель Иоанн Златоуст. Я не знаю, вам видно или нет будет. Видно. Видно? Да. Вот так. Святитель Иоанн Златоуст. Вот оно как. Володя, иди сюда, рядышком, стой. Скажи, сколько страниц здесь в томе? Ну-ка. 900. 927. Ну ладно, это с оглавлением. По 920 страниц. Ну, естественно, что она не склеена. Найди, где она там, нитки, шитая. Вот это каптал у нее такой, но закладок нет. Найди, где вот тут нитки идут посередине. Раздвигай так, в каком месте перехвачено. Ну, шрифт хороший? Хороший, да. Ну и все. Ну, нитки я не вижу, я не знаю. Ну, не склеено. Склеено, такие книги не склеиваются, они шьются. Ну-ка, подожди-ка. Вот здесь вот должно быть утолщение здесь. Маргаре. Вот это вот, это вот есть, нет тут? Выделяется? Вот для пальца вот здесь вот. А ну-ка, на той стороне. Носка есть. Ну, знаешь, это сшитые на маргаре. Володя, там места священного писания на русском языке приводится или на церковном славянском? Если ли принт на издание, то на славянском. Не, на славянском. Ну, на славянском. Они не стали переводить. А я переводил, а как, говорит, переводил? Я же читаю. Я так наискосок считаю, быстрое чтение-то. Считал, сразу оригинал записывалось два или три магнитофона, а с них тогда уже намного, там, на сотни, на тысячи можно размножать было. И я смотрел, и весь златоуст, он переполнен теми выдержками писания. А я на память все засчитывал. Господь так благословил. Прямо смотрел по-славянски, а я сразу считал по-русски. И это все выставляем каждый день златоуста на нашем ютубе канале. Златоуст. его помог мне на ютуб поставить один какой-то Андрей Крещков из Америки. Сам не просил ничего. Бог сделал. Все. Даже авторские права. То есть с ними не надо. Нельзя копировать. Копировать можно. Оно у них, если здесь, открой где-то там впереди. Смотрите, книга или вообще, или любая ее часть не может быть скопирована. воспроизведена в электронной или механической форме в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Это безбожники так могут говорить. Они бы радовались, что распространяются. Я каждому объявлению даю желающие нашей книге распространить. Значит, договариваемся, все отпускаем. Десятину мне заплатить и все для подарков в книге. Даром. А тут я не хочу, то другое не разрешаю. Да как это годится? Мирские, понятно, а как верующие которые сокровища прятать? Это репринтное издание. Они просто перепечатали оттуда. Не печатали, а снята копия. Росстанты это понимают, они бесплатно все изделяют. Да, они понимают. Ну вот видишь, они выше нас в этом вопросе. Так. Ну что, все, наверное. Давайте расходиться. Достойно есть окола истину, блажит и Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога Наша Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Молитесь, Игнать. Любящий Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием воздать хвалу Тебе за милости, которые нам оказываешь по сей день. И за эти занятия будь милостив и к тем, которые не знают из слова Твоего ничего. К ним пошли благовестников. Укажи на нуждающихся в нашей помощи. Услыши нашу молитву о почившем братья Сергея, упокоив в обителях небесных и прости ему всякое согрешение вольное и не вольное. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И сотвори ему вечную память и вечный покой. И болящих по сети митрополита Илариона, Ивгумена Кирилла, Валерия, Татьяну и Лену Надежду, ты их все знаешь. Пошли им здравие, терпение перенести страдания и исцеление. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.